В венке от тысячи, гробы от пяти. Ритуальный бизнес всегда прибыльное дело, говорят специалисты. В Саратове есть даже улица Киселёва. Здесь много компаний, представляющих похоронные услуги. Среди них и муниципальный ритуал. Прославилось учреждение после громких публикаций в СМИ. Бывшее руководство задержали по подозрению в вымогательствах. Муниципальные земельные участки они продавали за деньги, а оплату за услуги проводили мимо кассы. Должностными лицами МОСПП ритуал не только. Продолжаются преступные махинации с денежными средствами граждан, убитых горем в результате смерти близких людей. Но и принимаются активные меры к сокрытию таких фактов, о чем свидетельствует якобы случайное подтопление подвального помещения, в котором случайным образом складировались именно те документы, которые нужны были нам для проведения проверочных мероприятий. В этом подвале была уничтожена часть документов, важных для следствия. По словам нынешнего руководства похоронного бюро, все произошло во время подключения системы к отоплению. Трубы не выдержали давления и подвал залило горячей водой. Все документы, касающиеся 2020 года, были изъяты. И до конца сентября этого года находились в Следственном комитете в распоряжении следователей, ведущих эти уголовные дела. В конце сентября этого года эти документы были возвращены нам по расписке. Потому что мы были предупреждены, что они являются важными документами по каким-то делам, но хотя никаких юридических или процессуальных движений по ним совершенно не было. Мы посчитали, что эти документы должны храниться отдельно, так как у нас ограничено помещение хранения документов. Мы здесь настелили деревянные доски для того, чтобы они не пропали. Они были сложены здесь под замком. Ритуал как муниципальное учреждение должен предоставлять для некоторых граждан услуги бесплатно за счет бюджета. К примеру, малообеспеченным или многодетным. Однако в прошлом на горе людей похоронщики попросту наживались. Контроль осуществлялся, конечно же. Просто если, как есть предварительные выводы, что это была какая-то теневая деятельность, то не всегда, наверное, можно это своевременно обнаружить. Именно в полномочиях органов местной власти. Причастные к теневому бизнесу теперь понесут наказание. Бывший директор похоронного бюро сейчас под стражей, как и часть работников учреждения. Спрашивать будут и с местной власти. Прокуратура города обещала обратиться в администрацию с требованием взять решение проблемы под контроль. Анна Заболова, Роман Шильдяев, Саратов, 24.